Побеседовав на коротке со своими людьми, я уже мог знать, кто вынашивал изменнические или дезертирские намерения, каково вообще моральное состояние личного состава и так далее, по этим данным давалась соответствующая информация командиру и комиссару батальона для принятия необходимых мер, если в этом была необходимость. Если кто-то вынашивал изменнические намерения с целью бегства к противнику, то этого человека убирали с переднего края и переводили в тыл батальона, чтобы не допустить измены. Одно время ко мне стали поступать сведения, что группа солдат умышленно стала говорить о побеге к немцам, с тем, чтобы по моей информации их перевели в тыл и они остались бы живы. Поэтому в подобных случаях приходилось основательно разбираться и настойчиво, разными путями перепроверять первоначальные сведения. На всю жизнь мне запомнилось 9 апреля 1942 года. В этот день войска Крымского фронта перешли во всеобщее наступление. Наступление окончилось неудачей, мы понесли тяжелые потери. Воевать как следует мы тогда еще не умели. Боевое настроение войск не отвечало условиям тогдашней войны. Командующий фронтом Козлок был неплохим боевым генералом, но его подмял под себя член военного совета Мехлис, который был очень плохим стратегом. Нечеткое противоречивое руководство отрицательно сказалось на ходе боевых действий. Наш батальон входил в состав 13-й стрелковой бригады, известной тогда всему фронту. В наступлении бойцы батальона проявили отвагу и мужество. Но противник вел интенсивный огонь всеми огневыми средствами. С большим трудом комиссару батальона им не удалось поднять личный состав в атаку. В этот момент на нашей позиции, по ошибке, обрушился огонь артиллерии и нашей бригады. Как впоследствии выяснилось, начальник артиллерии бригады был пьян и не мог управлять огнем. На следующий день он был расстрелян перед строем, начальником особого отдела бригады, Нойкиным. Наш батальон понес большие потери, около 600 человек убитыми и ранеными, причем до немецких позиций наши цепи так и не дошли. В ходе атаки мне и еще одному солдату удалось добежать до немецкого ограждения. К тому времени атака захлебнулась и нам целый день пришлось пролежать в воронке от снаряда, дожидаться, пока стемнеет. С наступлением темноты нам удалось вернуться в расположение батальона, вернее того, что от него осталось. В этот раз я был сильно контужен, но в госпиталь не пошел. Головокружение, рвоту, общую слабость перенес на ногах под наблюдением батальонного фельдшера. Что касается больших потерь, понесенных батальоном, то в какой-то степени это объясняется неправильным боевым построением. Вот, скажем, батальон идет в атаку. Две роты впереди, а третья рота у них в тылу на небольшом расстоянии. В этих ротах два взвода впереди, а третий сзади, тоже с отделениями. Получается эшелонирование личного состава в глубину. Те солдаты, что бегут сзади, не могут стрелять, так как впереди свои. А первая, важнейшая цепь солдат получается необоснованно разреженной. Противник же бьет из орудия и минометов. Квадратно-гнездовым способом, как мы тогда говорили, по всей площади расположения батальона и солдаты гибнут в массовом количестве, порой не сделав ни одного выстрела. Уже потом, где-то в сентябре 1942 года, когда наши войска вели бои под Сталинградом, был приказ Сталина об изменении построений боевых порядков пехоты при наступлении. Дела сразу пошли намного успешнее, значительно меньше стало бесполезных потерь. Следует заметить, что в составе Крымского фронта было много представителей кавказских народов, среди них армяне, грузины, азербайджанцы. Особенно плохо воевали последние. Многие из них дезертировали в массовом порядке. На вопрос, почему убежал. У всех них был один и тот же ответ, курсак, желудок, больной. Многие в окопах замерзали, хотя мороз не превышал 4-5 градусов. Идя в атаку, они винтовку засовывали под мышку, руки, в рукава шинели и вперед. Если один из них был убит или ранен, то находившиеся рядом останавливались, садились на землю, образовывая живой круг, и выражали свое горе жалобными криками «Вай-вай-вай». Противник, видя неподвижную кучку солдат, открывал прицельный огонь и быстро уничтожал всех. На фронте азербайджанцев презрительно называли «илдашами», хотя это слово по-азербайджански обозначает «товарищ». 8 мая 1942 года в наступление на нашем участке фронта перешли уже немецкие войска. Авиакорпус «Рихткафена» рано утром нанес мощный бомбовый удар на узком участке левого фланга нашего фронта. Был пасмурный дождливый день, казалось, все было смешано и уничтожено. В этот узкий участок немецкое командование пустило свои танки. Так как весь фронт по протяженности составлял всего 21 километр, то танки быстро вошли в тыл всего фронта, порвали линии связи, которые в большинстве своем были проводными и обеспечивались кабельно-шестовыми ротами. Командование не только полков, дивизий и армий, но и фронта в целом потеряло управление войсками. А нет управления, нет армии. Началось беспорядочное отступление и массовое бегство в направлении Керчи, к Керченскому проливу. Это была страшная и тяжелая картина. У остатков пирсов Керчи, в районе Маяка. На этом пирсе в мае 1942 года мне довелось быть руководителем переправы раненых военнослужащих на Кубанский берег. Наш 3-й батальон 13-й отдельной стрелковой бригады отходил последним, более или менее организованно. Никогда не забуду, как в районе Кёнигиза, мы увидели наши брошенные тяжелые гаубицы и много-много штабелей со снарядами. Личного состава не было, боевые позиции были оставлены. Такая картина была всюду, по всему фронту. По моему настоянию командир батальона дал команду занять оборону на одной из сопок. Хорошо было видно, как шли на нас немецкие цепи. Шли спокойно. Кто-то поднимал что-то с земли, кто-то отшвыривал банку, кто-то оправлял амуницию. И тем не менее непрерывно стреляли, но пули были на излете и вреда не приносили. Слева и справа обходили сопку немецкие танки, обстреливая нас болванками, наверное, не было снарядов. Болванки летели низко, с противным визгом. Создавалось впечатление, что вот-вот они ударят тебя по коленям. И тут среди личного состава началась паника. Смотрю, побежал один солдат, потом поднялись и побежали сразу трое, потом стали подниматься и бежать еще более многочисленные группы. Командир батальона сидел на каком-то камне растерянный, безучастный, с отсутствующим взглядом. Губы у него пересохли, и он судорожно облизывал их языком. Я подскочил к нему, схватил за грудки. Ты что, расстреляю сейчас, если не возьмешь себя в руки? Конечно, я не думал его расстреливать. Хотя право такое имел, мне надо было вывести его из шокового состояния, из прострации. Задержал возле нас одного, второго, третьего из бегущих бойцов. Они залегли, стали отстреливаться. Командир батальона встрепенулся, пришел в себя. Вскоре возле нас залегло уже несколько десятков человек. Бег прекратился. На наши позиции возвращались люди, бежавшие ранее, те, что остались в живых. Положение было спасено. До Керчи наш батальон отходил с боями, но на подходе к городу под непрерывными ударами он распался. 17-го, 18-го мая противник прижал нас к берегу Керченского пролива. Я оказался за Керчью, в районе маяка. Велся беспрерывный обстрел кромки берега, на котором находились толпы людей. Отдельные снаряды выкашивали целые отделения. Многие стрелялись, другие открыто выбрасывали партбилеты, кто-то срывал с себя петлицы. Там и тут валялись останки, рук, голов, человеческих ног. На обстреливавшемся берегу кипела лихорадочная и беспорядочная работа. В ход шло все, что могло держаться на воде. Из досок и бочек сколачивались плоты, надувались и тут же пускались в плавание автомобильные камеры, несущие подчас целые отделения. Там и тут, держась за бревной или какой-нибудь ящик, плыли по воде люди. Другие пускались в плавь сами, прыгая в холодную воду пролива. Люди шли на огромный риск, чтобы попасть на Кубанский берег. Сильным течением из Азовского в Черное море многих пловцов уносило вдаль от берегов, где их ждала гибель. Этих несчастных людей были сотни и тысячи. День и ночь ужасающие вопли и крики стояли над проливом. Картина была очень жуткая. Началась настоящая агония. В нашем распоряжении оставалась небольшая полоска берега, в 200-300 метров. При появлении немецких цепей я встал за большой валун и решил застрелиться, чтобы не попасть в плен. В этот момент на небольшой высотке, совсем рядом, неожиданно появился здоровенный моряк в бушлате, в брюках клеш, без козырки. Потрясая автоматом, он громко закричал. «Братцы, славяне, отгоним фашистов, за мной в атаку вперед! Ура!» Наверное, никто не обратил бы на него внимания, но тут, рядом, неизвестно откуда появился военный оркестр и заиграл интернационал. Все военнослужащие, здоровые и раненые, в едином порыве рванулись на врага и отогнали его на 3-4 километра от берега. Я случайно встретил в боевой цепи своего начальника Нойкина и получил срочное задание возглавить переправу раненых на Кубанский берег, в район Косычушки. Выполнить поставленную задачу было очень трудно. Дело в том, что район маяка, откуда шла эвакуация, усиленно обстреливался противником из всех огневых средств. На берегу же скопились десятки тысяч военнослужащих. Никакого управления людьми, никакой дисциплины не было. Каждый отвечал сам за себя. Царила всеобщая паника. На берегу пролива оставался только один дощатый пирс для швартовки рыбацких шхун, которые теперь перевозили людей. По бокам пирса были потоплены две шхуны. Для швартовки оставался свободным только торцевой конец пирса. Все стремились туда, как к последней надежде на спасение. С пирса было видно, что в морской воде находится большое число трупов, почему-то они были в вертикальном положении. Кто был в шинели, а кто в ватнике. Это были убитые или утонувшие наши люди. Была небольшая волна, и создавалось впечатление, что они как бы маршируют. Это была страшная картина. Многих она толкала на безрассудные поступки и отчаянные действия. Напиравшую на пирс дикую неуправляемую толпу приходилось сдерживать силами нескольких человек. На подходившие шхуны мы помещали только раненых. Были случаи, когда под видом раненых пытались пробиться и здоровые. Некоторых из них приходилось сдерживать оружием. Суровая мера, но иного выхода не было. Был, например, случай, когда четверо здоровых солдат грузин несли над головами носилки и кричали. «Пропустите, пропустите!» Мы несем раненого полковника, командира дивизии. Действительно, на носилках лежал офицер, с четырьмя шпалами на петлицах и перевязанной головой. По его внимательному, настороженному взгляду у меня возникло сомнение, а действительно ли этот человек ранен. Я приказал положить носилки на пирс и развязать бинт. Никакого ранения не было. Я был в ярости. Вид у меня, наверное, был страшный, несколько дней не бритый, не спавший и не евший. Силы я поддерживал тогда с помощью фляги, наполненной смесью морской воды, сахара и спирта. В районе Керчи в тот же период находился Петр Иванович Ивашутин, впоследствии герой Советского Союза, генерал армии, заместитель начальника Генштаба, начальник ГРУ. Во время керченских боев он был заместителем начальника особого отдела армии. Это был замечательный человек, умный, профессионально подготовленный, сдержанный, мужественный. После войны мне посчастливилось работать вместе с ним в Германии, а потом в Центральном аппарате в Москве. Мы поддерживали самые теплые отношения до его последних дней. Встречаясь, мы часто вспоминали войну и говорили только о Керчи. Память о той трагедии тяжким грузом осела в душе навсегда. Дни нашего вторичного поражения под Керчью были для многих бойцов Красной Армии невыносимо тяжелыми и в моральном, и в физическом плане. Многие остались там навсегда. Из всех дней Великой Отечественной войны для меня те две недели под Керчью были самыми тяжелыми. Как сотруднику контрразведки, мне пришлось там самостоятельно решать необычные, сложные, порой жестокие задачи, пришлось собрать в кулак все свое мужество, всю волю, все силы. Овладев Керчью, противник бросил все освободившиеся силы на Севастополь. После упорной, кровопролитной и героической обороны Севастополь был оставлен. В связи с этим коренным образом изменилась в пользу немцев вся обстановка на юге России. Вот к чему привела нас кровавая трагедия под Керчью. Переправившись на косу Чушка, я упал на влажный песок и проспал часов 10-12. После длительного сна на влажном песке сильно захотелось пить. На косе Чушка шириной где 50, а где и 100 метров никаких колодцев не было. По пути к Кубанскому берегу нашел лужу с водой, потом заметил воду в следах тележных колес. Вода эта была дождевая, желтоватая, с обилием дождевых червей. Чтобы напиться, требовалось определенное искусство, заключавшееся в том, чтобы, попив воды, не заглотить дождевого черва, когда делаешь первый глоток, вода сразу мутнеет, и не видишь, где находятся черви. Таким образом немного удалось утолить жажду. В конце косы Чушка на Кубанском берегу, находился кордон Ильича, название этого места я узнал позже. Здесь я увидел колодец и обнаружил привязанное ведро с водой. Помню, что был страшно удивлен и обрадован, увидев чистую и прозрачную воду. Вода была настолько чистой, что сквозь ее искрящуюся прохладную толщу виднелось дно ведра. Кроме того, вода эта оказалась удивительно вкусной. От этой роскоши я давно отвык. Тут уж я напился вдоволь и всласть. Понемногу начал приходить в себя. На главной дороге к Краснодару был оборудован продовольственный пункт. Всем шедшим от Крыма людям давали полбуханки черного хлеба и две банки консервов. К сожалению, у меня нечем было их открыть. В районе города Темрюка меня остановили офицер и двое солдат. Офицер сообщил мне, что по приказу командира дивизии я должен сдать им свое оружие. Такой оборот дел меня не устраивал. И я твердо заявил им, что не являюсь офицером этой дивизии, что приказ ее командира для меня незакон и что оружие я сдавать не буду. Тогда офицер заявил, что оружие мое они отберут силой, а меня арестуют за невыполнение приказа. Я заявил, что никаких противоправных действий не совершил, что их намерения в отношении меня являются незаконными и что если они начнут их осуществлять, то я в порядке самообороны, как офицер особого отдела, буду вынужден применить оружие. С этими словами я взял пистолет в руку. Не ожидая подобного поворота событий, они молча переглянулись между собой, а я круто развернулся и пошел своей дорогой, не очень хорошо себя чувствуя со стороны спины. Как потом мне стало известно, подобные мероприятия по изъятию оружия у отходящих военнослужащих имели место и на других участках фронта и порой заканчивались трагически. Идя по дороге в Краснодар, я все время размышлял о событиях в Крыму под Керчу. В целом мысли мои, конечно, были невеселые. С одной стороны, мне, конечно, повезло, что удалось благополучно вырваться из смертельного пекла, а с другой, угнетали мысли о том, что я, конечно, в чем-то виноват в развитии тех страшных трагических событий весной 1942-го. Бывший на Крымском фронте в качестве корреспондента замечательный советский писатель Симонов в своей книге «Разные дни войны» очень правдиво и точно описывает неудачные действия наших войск под Керчу. В какой-то степени он раскрывает причины нашего тяжелого поражения тогда, проникновенные и близки его слова о людях, участниках тех далеких сегодня событий. Перечитывая свои записи, я с горечью вспоминаю многих людей, которые погибли в ту весну в Крыму, не дошедших ни до Сталинграда, ни до Курской дуги и так и не успевших увидеть, как меняется война, как она поворачивается с востока на запад. Кстати говоря, у меня была краткая встреча с Константином Симоновым в 1945 году в Карлсхорсте, во время подписания акта о капитуляции Германии. Он выглядел молодым, энергичным, восторженным. Он произвел тогда на меня сильное впечатление. Наступал конец войне. Редактор субтитров А.Семкин